Всем привет! Я Арина и это Технокухня. Сегодня мы наконец-то решим проблему выбора видеокарты GTX 760. Это боевик сезона. Карта сильная, почти топовая, при этом стоящая от 8000 рублей. Свой выбор начнем с цены. Опустимся на самое дно. А на дне снова референсная версия от Palit за 8039 рублей. Вот смотрите, есть референсная версия от Zotac. Но за наклеечку нужно перевлатить уже 400 рублей. Смешно, но все референсы делаются на одном станке. Так что хоть Palit, хоть Asus, хоть Zotac, разница только в наклеенных наклейках. Ну да, может быть разная комплектация и разные условия гарантии. Но, как правило, если карта проработала первый месяц, то пару лет еще проработает точно. У референса надежный кулер, так что он тоже прослушает долго. За 8550 рублей можно найти самый дешевый не референс. Это двухвентиляторная Евга. Что тише, она или референс, узнаем позднее. На 110 рублей дороже двухвентиляторная Jetstream версия от Palit. Да ладно, мы пошутили. Зачем версии от Евга и Palit, когда уже есть Direct Q2 вариант от Asus, который дешевле, всего 8435 рублей. Вангую, она станет сегодня лучшим выбором. Интересная трехвентиляторная альтернатива от Gigabyte за 8560 рублей. Еще отметим мини-версию от Asus длиной 17 сантиметров, то есть не выходящую за пределы системной платы. 8730 рублей. Ну и, конечно же, как не отметить Lightning под названием Havk. Правда, дорогой он. Переплата относительно референса 1700 рублей. Посмотрим, оправдана ли она. А вот карты MSI и Zotac с ценами выше 9000 рублей в пролете. Есть же Asus с не менее крутым кулером и за 8435 рублей. 564 рубля не лишнее же. По интерфейсам ситуация как у 770, никакого выбора. Всегда 2 DVI, HDMI и DisplayPort. Кто сегодня победит? Да думаю, та карта, которая дешевле и тише. Референс, который мы лично тестировали, отбрасываем сразу. Шумный он. 45 дБ с метра при пиковой температуре 84 градуса. Тут мы даже температуры не можем пожертвовать ради тишины. Деваться некуда. Портал HardwareLux.ru отмечает, что самая тихая Jetstream версия. За ней идет DirectQ2 версия от Asus и версия от Evga. Чише референса вариант от Inno 3D. А вот референс шумит как GTX 580. То есть портал согласен с нами, что референс 660 это отстой в акустическом плане. А вот Tom's Hardware говорит нам о том, что версии от MSI и Gigabyte самые тихие. 36-37 дБ с полуметра в нагрузке. И надо ли еще раз отмечать, что референс снова шумнее всех. Индрига затягивается. Guru3D.com считает версии от Gigabyte и MSI одинаково тихими. Чише, чем Jetstream. Длина трехвентиляторной версии от Gigabyte 27,8 см. А это значит, карта поместится в любом современном ATX корпусе. Карта стоит 8560 рублей. И все наши симпатии на ее стороне. Это лучше, чем даже MSI Havk, которая все же не стоит своих денег, несмотря на милитарий компоненты. Впрочем, некоторым милее все же версия Asus. По температурам с Gigabyte паритет. А по цене даже преимущество. Но все же при равной температуре Gigabyte слегка потише. И тут лучше переплатить 100 рублей. Ох и тяжкая была задача. Отметим, что в системе GTX 760 блок питания мощностью 450 Вт хватит за глаза. А что касается маленькой версии от Asus. Да ну ее нафиг. Она шумная, горячая. Вот была бы низкопрофильная, цены бы и не было. Впрочем, одно применение ей все же есть. Мини ITX корпуса Лиан Ли с ограничением для карт не более 19-20 сантиметров. С вами была плохая Ванга Арина. Всем пока-пока.